да здравствуйте настя вижу аня всех рада видеть приветствую добрый день благодарю мари спасибо яна здравствуйте доброе всем утро надя мне очень приятно видеть вас всех для меня это очень ценно алина да вижу все знакомые лица для меня уже наталья и для меня очень важно я люблю поздороваться с каждым участником по именам наташа до кого еще не знаю поэтому коллеги пока приношу сразу извинения кого уже знаю то стараюсь всех назвать по именам вот вижу аня гульнара елена да очень очень рада я конечно поздравляю вас всех с праздником светлой пасхи все кто причастен к этому празднику сегодня у нас очень необычный день это очень сильный день и на самом деле если задуматься то каждый из нас сегодня входит в свое личное перерождение свое личное воскрешение понять и осознать кто он где он и для этого всегда необходимо помнить себя в моменте в моменте сознательное присутствие в моменте коллеги это фундаментально понимаете наши с вами задача так как мы встаем с вами ну я присоединяюсь к вам сейчас скажем так в качестве вашего наставника на непростой путь непростой путь но это путь который вы можете преодолеть вместе с вашими клиентами проходя с ними вместе рядом шаг за шагом шаг за шагом но при этом самое важное и основное всегда остается это ваше состояние ваше внутреннее состояние без этого ни одна техника работать не будет понимаете то что находится у волна у вас внутри и является основным ключом основным ключом к к любым трансформации к абсолютно любым трансформации и вот наша задача с вами создать эти условия при которых ваш клиент сможет сознательно изменить себя и только изменив себя он сможет изменить свою жизнь понимаете у вас я понимаю сейчас очень много огромный поток информации и многие стараются в силу тех или иных обстоятельств идти от ума но давайте вспомним и классиков до горе от ума потому что на самом деле наш ум это еще далеко не главное действующее лицо вот когда вы осознаете вот эти моменты тогда произойдет вера во всем вот в действительности та самая трансформация и каждый раз когда мы с вами встречаемся я напоминаю вам что необходимо быть сознательно присутствующими в моменте ну у нас есть постоянно какие-то внутренние диалоги постоянно какие то а внутренние вот эти переживания мы все абсолютно все находимся в состоянии перманентного стресса стресса и агрессии понимаете а когда вы находитесь в этом состоянии в состоянии стресса, агрессии, тревоги, ну, вы не сможете быть ресурсным, понимаете, ни для себя, ни для окружающих. Невозможно дать ни через какую технику это состояние, если оно не является вашим. Вот до тех пор, пока это состояние не станет вашим, невозможно никакие перемены. Да, доброе утро, Екатерина, очень рада вас видеть, всех, кто присоединяются. Мне очень приятно, что находите время для наших встреч. Поэтому, понимаете, вот из раза в раз мы с вами сталкиваемся с самой, пожалуй, важной... Да, Саня, здравствуйте. Пожалуй, мы с вами сталкиваемся с самой важной задачей разобраться с самим собой, познать самого себя. И когда мы говорим, что познание самого себя – это непростая работа, это работа, которая требует определенных усилий, сознательных усилий, без этого никуда, понимаете. И когда мы с вами устанавливаем связь... Так, Юль, почитаю ваш вопрос. Получается, что состояние записывается нейронными сетями и клеточками тела. Ну, в том числе, можно и так сказать, что наше состояние – это работа абсолютно всех наших систем, и гормональной системы, в том числе, и нейронными сетями, и, как вы написали, каждой клеточкой нашего тела. Поэтому это такая, я бы сказала, ежеминутная работа над собой. Понимаете? Ежеминутная работа над собой. А у многих получается так, что они очень сильно отождествляются с работой, например, психолога через какие-то техники. Вы в это проваливаетесь. Там не будет от этого толка. Понимаете? Не будет. И еще раз я сделаю важный акцент на то, что многие пребывают, и считая это нормальным, в отрицательных эмоциях и в негативном состоянии. Понимаете? И вот это самая основная сложность, самая основная, скажем так, преграда на пути вашей трансформации, вашего личностного вот этого роста и вашей личностной эволюции. Отрицательные эмоции, негативные состояния. Пока вы с этим не разберетесь, ни о какой действительно трансформации быть речи не может. Я очень думала, с чего бы сегодня нам, вернее, я бы так даже сказала, чем нам завершить наши вот эти четыре встречи, практикумы, потому что сегодня у нас последняя встреча в плане именно практики, да, такой практикум, который объединяет немного все, чтобы вам было более понятно, потому что следующая наша встреча уже будет посвящена еще одному, скажем так, направлению в психотерапии, и это называется биатотерапия. И это тот метод, который я считаю, что к нему приходят только действительно. Не вы приходите в биатотерапию, а биатотерапия находит вас. Это такая уникальная штука, и через наши как раз бессознательные определенным образом мы притягиваемся. Поэтому, если вдруг вам отзывается слово биатотерапия, именно так начинают искать меня мои клиенты, и действительно мы проделываем колоссальный путь вместе, и это невероятная трансформация совместная. О, Ксения, благодарю. Да, вот теперь очень приятно. Я запоминаю ваши аватарки, и для меня вы уже, скажем так, становитесь видимыми, потому что иногда могу догадываться, какие могут имена стоять, но не всегда получается. Поэтому, коллеги, вот здесь тоже такой очень важный момент про проявление себя, да, вот про... когда вот в таком общем поле находится смелость проявить себя, это же замечательно, это великолепно. Я первый раз, но очень интересно. И не просто так, значит, вы сегодня попали именно на эту встречу, потому что это будет такой, знаете, переход, переход, потому что следующая наша встреча, как я уже сказала, это будет введение в биототерапию, и для меня это действительно уникальная вещь, это инновационный подход, который включает в себя глубинные экзистенциальные направления, и как раз вот в биототерапевтическом подходе объединены по большому счету и психоанализ, и психосинтез, который мы с вами разбирали, и в какой-то мере юнгианский подход, и, естественно, экзистенциальные направления, которые также я имела честь читать вам на лекциях в Академии. Поэтому все, кто после наших встреч введения в биототерапию почувствуют, что это его, я буду ждать уже к себе на авторский курс. Сейчас у нас начался набор на третий поток, поэтому это такое очень более глубокое погружение, это будет практически 250 часов изучения материала, и это, конечно, очень такая уникальная, сильная штука. То, что сегодня я подготовила для вас, потому что мне бы хотелось еще раз сделать акцент на том, что очень важно проработать свое внутреннее состояние, проработать себя, проработать свое внутреннее состояние, чтобы быть способным создавать условия для перемен для ваших клиентов. Я еще раз повторюсь, что когда вы устанавливаете связь с бессознательным, именно там, я напомню, что уютно расположились все ваши какие-то эмоциональные переживания, вот когда вы устанавливаете связь с вашим бессознательным, чтобы прожить эмоции, которые вы себе там как-то не знали, не позволяли ранее, чтобы позволить себе наконец оставить прошлое в прошлом, взяв для этого необходимый ресурс, понимаете, чтобы достигнуть как раз вот того самого состояния удовлетворенности и в конце концов счастья от себя, от своей собственной жизни. И вот по мере своего вот этого становления я в том числе по сей день продолжаю углубляться, продолжаю, скажем так, с разных ракурсов изучать полученное ранее знание, приобретать новый опыт, повышать свою квалификацию. И я считаю это очень важным и фундаментальным. Личная терапия, супервизия – это основное правило, это главные работы, главные инструменты работы любого психотерапевта, понимаете? Только тогда, когда вы наполнены ресурсом, когда у вас есть вот это состояние, а я еще раз повторю, что для нас в силу того, что мы находимся постоянно в уме, вот мы все время думаем, 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 у нас вот эта вот внутренняя жвачка ментальная, вот эта вот внутренняя сансара, внутренние какие-то диалоги, понимаете? Поэтому мы находимся в постоянном таком состоянии стресса и тревоги. И вот смотрите, любой клиент, который приходит к вам, он приходит по большому счету с одними и теми же запросами. Как справиться с тревогой, разобраться, например, там, не знаю, с предназначением, финансовая сторона интересует, и отношения. Все. Ну, с чем еще к вам придут? Ну, там может быть какое-то состояние, там, я не знаю, конечно, это уже будет колоссальный шаг вперед. Если сам клиент приходит и говорит, у меня зависимость, да, то это уже прорыв вперед. Но очень мало кто осознает, что у него там, например, есть алкогольная зависимость или игровая зависимость, да. Я уж не говорю про сексоголизм, потому что в наши дни уже абсолютно все считается такой нормой, и что норма все то, что не запрещено законом, да, и не навязывается насильно человеку. Но там очень много вопросов, на самом деле, к этому всему. Так вот, когда мы говорим с вами, что человек приходит вот с этими запросами, опять же таки, самое важное и фундаментальное, что до тех пор, пока его внутреннее состояние не придет в гармонию, вот это трудно разгрести, понимаете? Это все, опять же таки, следствия. Следствие, причина кроется далеко, вот глубоко туда, вовнутрь, понимаете? Очень глубоко внутри. В чем эти причины? Опять же таки, и даже если мы не идем в детство, да, многие почему-то очень как бы настороженно к этому подходят, очень боятся. Вот опять там в детстве ковыряться. Ну давайте не будем в детстве ковыряться. Договорились, давайте попробуем просто остаться вот здесь в настоящем моменте. Вот мне бы сейчас хотелось, сколько из вас честно, да, то есть честно с собой и честно с другими. Если хотите, напишите мне в комментарии, пока вы слушаете меня. Вот кто может оставаться сознательно присутствующим в моменте, не улетая в своей ментальной жвачке? И ментальная жвачка, я напомню, это не только какие-то мысли, там не знаю, что сейчас надо поскорее дослушать, потом нужно еще вот это сделать, вот это успеть сделать. Например, начинают где-то вести внутренний диалог, что согласны или не согласны с тем, что я говорю. Когда начинаю говорить, что отрицательные эмоции, негативные состояния, это абсолютно ложное проявление, понимаете? От них нужно избавляться, их нужно растворять. Не подавлять, иначе вас разорвет. Так, Настя пока что не улетела, да, потому что мы очень быстро вылетаем из этого состояния, понимаете? Очень быстро, моментально. И когда мы с вами находимся не здесь и сейчас, а я напомню, я уже как-то несколько раз проговаривала, что для того, чтобы оставаться сознательно присутствующими в моменте, и это как раз, скажем так, один из... Я тут вас приятно слышать, очень благодарю. Когда мы с вами говорим про сознательное присутствие в моменте, у нас есть такое понятие, как внимание, да, и так или иначе вы уже слышали, и, конечно, не только от меня, но и от многих других авторов, что куда фокус, да, внимание моё идёт, туда и энергия. Это не какие-то красивые слова, понимаете? Принимайте это, вот, скажем так, дословно, потому что всё в нашем мире – это энергия, абсолютно всё. И вот куда направлен фокус, куда направлено ваше внимание, туда уходит ваша энергия. Маруся, да, здравствуйте, добрый день, очень приятно вас видеть. Благодарю вас всех за комплименты. Я тоже себя периодически возвращаю, да, Надя. Это труд, это усилие, как раз вот мы говорим про сознательное усилие. Это инструменты био-терапевтического подхода, да. Сегодня я сказала, что у нас будет такой плавный переход, потому что следующие наши встречи будут как раз посвящены введению в био-терапевтический подход. И вот некоторые из участников, кого я вижу сегодня присутствующими здесь, они как раз уже являются учениками, моими слушателями на моём авторском курсе. Так, помню, ваши упражнения вы давали летом в экзистенциальной психологии по нахождению в моменте здесь и сейчас. Делаю сама и даю нашим клиентам. Это важнейшая практика. Да, Надя, вы правильно вспомнили это. Я делилась по экзистенциальной психологии в предмете. Поэтому вот это очень важно, это фундаментально. На самом деле мы все вылетаем. Мы вылетаем, мы где-то, мы кто-то в прошлом, вот кто к вам приходит с депрессией. Депрессия по большому счёту. Если вот прям убрать вот это всё, коллеги, убрать все вот эти термины или что-то. Депрессия – это не любовь к себе, к другим и застревание в прошлом. Всё. Не любовь к себе отсюда, не любовь к другим и застревание в прошлом. А тревога – это все наши мысли о будущем. Понимаете, что такое тревога? Тревога – это комок. Комок эмоций, который вы не можете разобрать, но он сопровождается в вашем внутреннем диалоге по поводу вашего будущего. Что там будет, как там будет, как с криптой, как с валютой, как с чем, сахар закупать, не закупать, может, туалетной бумаги набрать или там ещё что-то. Понимаете, это все ваши внутренние диалоги по поводу будущего. Бесполезное занятие, абсолютно бесполезное занятие, но тем самым вы внутри себя создаёте вот этот фон, вот это поле, которое, соответственно, будет притягивать подобное. Ну, не забываем, что подобное притягивает подобное. И поэтому ещё раз мы убеждаемся, даже если вы в это не хотите как-то там, не знаю, верить или не верить, что наше внутреннее состояние создаёт нашу окружающую реальность. Я замечаю за собой, что улетаю, но после ваших лекций стала возвращать в себя и здесь, и сейчас. А раньше вообще не думала о этом направлении. Сейчас каждый день возвращаю. Наташа, это очень, очень ценно. Благодарю вас. Я бы теперь попробовала порекомендовать вам. Вот мы как раз будем про это говорить на следующих наших встречах, но сегодня я подготовила для вас интересную практику, да, раз вы так хотите, именно практики, попробуем это сделать с вами. Вот настройтесь на это. Ещё раз, внутренний настрой. Самое важное – это внутренний настрой. Я буду вас немножко вести, а вы доверьтесь. Уйдите из ума. Уйдите вы оттуда. Не это… Вот мы все находимся вот здесь в голове постоянно. А наш ум, он кем-то придуман таким образом, чтобы постоянно нас выбивать. Вот для многих сложность нахождения в моменте здесь и сейчас как раз и состоит в том, потому что их настоящее, оно им кажется пустым, неинтересным, скучным. А это всё проявление ложной личности. Вот она вас и тянет, как канат. То в будущее, в мысли, то в прошлое, то в будущее, то в прошлое. А весь секрет – это быть в настоящем моменте, здесь и сейчас. Понимаете? Я научилась ловить этот момент, когда улетаю. Вот. Это уже большой шаг вперёд, Гульнар. Вот когда вы научитесь вспоминать себя, это называется самовспоминание. Не воспоминание, какой прекрасной я была в мои 20 лет, а самовспоминание. Вы как будто просыпаетесь. Понимаете? Вот как будто вы очнулись ото сна. Вы вернули себя в момент. И вот это самое важное основное. Мы все находимся в таком, знаете, во сне наяву, на самом деле. И наша цель и задача – каждый раз вспоминать себя в моменте. Вот это пресловутое здесь и сейчас, опять же таки, в силу разных обстоятельств, его уже так исказили, что дальше некуда. Оно очень многие даже понятия стали слишком искаженными. И необходимо возвращать истинный смысл многим словам и многим фразам. Мне кажется, я сто раз в день возвращаю себя в момент. Ой, Екатерина, да, это такая непростая работа. Вот как раз вся наша, скажем так, совместный путь состоит в том, чтобы вспомнить себя в моменте, а потом продлевать, понимаете, как будто растягивать вот это пребывание в моменте. Но так как мы находимся все с вами в социальном мире, окружены определенными социальными нормами, правилами, условиями, ну и прочим-прочим, конечно, проще всего вылететь. Слушаю Вадима Зеланда. Да, и у Вадима Зеланда там тоже про это есть. Он очень... Он сам квантовый физик, поэтому, конечно, там есть очень много важных вещей, которые он говорит. Понимаете, разные авторы, не только Вадим Зеланд, разные авторы, разные философы говорили про это с разных сторон, да, и в том числе даже не относящиеся к психологии, например, тот же самый Леонардо да Винчи, и Эйнштейн про это говорил. И вот здесь вот важно понять и осознать для себя, что, вспоминая слова Фрейда, все мы существуем задолго до нашей вот такой вот встречи в нашем бессознательном. То есть не просто так вы сегодня пришли именно на эту встречу. Понимаете, не просто так мы с вами как-то встретились. Неспроста вы мне пишите в директ. Еще раз напомню, melogranu.studio Так, быть как тибетский монах в состоянии момента здесь и сейчас. Юля, да, можно так сказать, но вот в том-то и дело, что, допустим, тибетский монах, или когда есть сейчас такие всякие, знаете, разные практики ретрита, вот это убегание куда-то, там, прочее, прочее, в том-то и дело, что, если мы сейчас с вами бы сидели под баубабом в позе лотоса, ну, вы бы быстренько вошли в состояние, скажем так, равновесия, все бы у вас было замечательно, все бы у вас было хорошо, и мир бы прекрасен, и птички пели, но вот в том-то и дело, что, когда вы возвращаетесь в социальную жизнь, когда вы окружены другими людьми, какими-то обстоятельствами, ситуациями, вот тут-то все и вылетают, вот в том-то все и дело, чтобы быть способными как раз быть в социальной жизни, в таком состоянии здесь и сейчас, а нас выбивает это, потому что мы тогда начинаем как-то реагировать на какие-то определенные он не так на мне там, не так меня любит, не так меня ценит, они, не знаю, не видят, как я для них стараюсь, я все для них, а они вот как, или там, что обо мне подумают, что скажут и прочее, прочее, прочее. Так. Помогает программирование своих действий в настоящем моменте, например, я варю такой-то суп или я беру щетку, чищу зубы. Мил, возможно, помогает, но тогда программирование, вы становитесь роботом, а мы все-таки наоборот, говорим про то, чтобы уйти от механики, понимаете, вся вот эта вот механическая, автоматическая, вот это все, вы проваливаетесь бессознательно. Если вы будете, как робот, говорить, я варю суп, я чищу зубы, тогда вспоминайте предыдущие наши встречи, в том же числе и по психосинтезу, где я давала вам тоже непростую практику на растождествление. Вот если вы будете делать вот это программирование, то вы отождествляетесь, понимаете? А мы с вами говорим растождествиться. Ваше истинное – это все то, вот ваше истинное – это все то, что ненаблюдаемое, понимаете? Вот в этом, да, проговаривание, в том числе, неважно, проговаривание, программирование, вы понимаете, это вы отождествляетесь с этим, вы еще больше с этим отождествляетесь. А мы, наоборот, идем к тому, чтобы растождествиться с этим. Когда мы растождествляемся, да, вот на предыдущих встречах я этот момент хорошо проговаривала, пересмотрите эти лекции. Когда мы растождествляемся, мы как раз и становимся истинными, истинными, а мы с вами работаем над тем, чтобы вернуться к истинной сути самих себя. Вот это самое важное, основное. потому что кто это я, кто варит суп, кто это я, кто варит компот или чистит зубы, или пылесосит. Понимаете? Вот это очень важно. Поэтому главным инструментом, еще раз повторю, в работе с вашими клиентами являетесь вы сами. И, опять же таки, в моей практике я очень сильно делаю акцент на сознательном присутствии в моменте, на растворение отрицательных эмоций, негативных состояний, на приближение к своему вот этому истинному я. Потому что без этого никакие перемены невозможны. А дальше это уже, как говорится, мой почерк, как, с каким клиентом, в какой пропорции я использую тот или иной подход. Это уже, скажем так, моя секретная формула. Но, в принципе, всем тем, что я знаю, владею, я стараюсь передать вам на наших с вами встречах. И мне очень ценно и приятно, что вы даете колоссальную обратную связь, что для вас тоже ценен тот опыт, которым я пытаюсь поделиться, передать вам. Но, коллеги, каким бы ни был этот опыт до тех пор, пока вы не начнете это применять к себе, а еще раз повторю, это сознательные усилия, это работа над собой. И это работа не разовая какая-то, сделал, забыл, или там попыхтел месяц, носили воли, потом все, забросил это дело и забыл. Нет, так не функционирует. Только пропустив через себя определенные вещи, вы сможете вообще понять, осознать и стать сами опытом, тем самым опытом, который вы передадите уже вашим клиентам, создавая для них те самые условия для перемен и для их роста. Ну что ж, давайте с вами попробуем сделать вот эту практику. И как раз мы говорили про то, что терапевт должен быть конгруентен. Вот это его внутреннее состояние, его мысли, да, и то, что это передается словами. Вот когда вы конгруентны на всех, скажем так, уровнях, тогда вы создаете вот это колоссальное поле. Поле и, например, многие говорят, как так, я не понимаю, как работает терапия, в чем этот смысл, какая разница, что я там, о чем говорить, или там вот вот эти вот начинают вылазить сомнения, тревоги и прочее. Вот создание вот этого особого поля между терапевтом и клиентом дает определенную, скажем так, лечебную, вот здесь применю именно это слово, атмосферу. И вот в этой атмосфере клиент вроде бы выговаривается, он вроде бы проговаривается, но семена падают на уже благотворную почву и дают свои ростки. Поэтому для себя сейчас вы здесь в качестве будущих терапевтов, кто-то уже начал практику, вам необходимо создать внутри себя определенные, скажем так, надличные качества, да, надличные качества, которые могут быть, например, там, не знаю, благородство, восхищение, что еще там, не знаю, верность, признательность, ну и дальше по списку, да, и вы для себя можете выбрать те качества, которые вам необходимы, то есть вот те качества, которыми, на ваш взгляд, обладает человек, да, который для вас является, допустим, авторитетным, вот с сильным вот этим внутренним стержнем, вот этой внутренней гармонии, вот посмотрите, понаблюдайте, и как, как вам кажется, какими качествами он обладает, которые вам бы хотелось себе перенять, да, развить в себе и как-то больше укрепить, а сегодня мы с вами сделаем как раз такое упражнение на спокойствие, потому что я начала нашу сегодняшнюю встречу с того, что все мы находимся в постоянном перманентном состоянии тревоги, в постоянном каком-то таком состоянии вот этой вот агрессивной энергии, отрицательной энергии, и каждому из нас все-таки необходимо состояние спокойствия, потому что как только вы возвращаетесь в это состояние, вы будете, знаете, как произойдет такая перезагрузка, перезагрузка, и вы сможете уже с новыми силами, новым взглядом, новыми мыслями двигаться вперед, принимать для себя какие-то определенные решения, делать выборы, выбор взрослого, зрелого человека, да, это его ответственность, мы выбираем каждый момент нашего, скажем так, пути нашей жизни, мы делаем тот или иной выбор, и не делать выбор, это тоже выбор, понимаете, не делать выбор, это тоже выбор, и мы несем ответственность за наш выбор, но только многие, проваливаясь в отрицательные эмоции, негативные состояния, делают выбор из искаженного состояния, а это заведомо будет нести какие-то скажем так, ошибочные действия, а ошибочные действия, естественно, приведут так или иначе не к победному результату. Итак, вы рядом с собой можете положить там ваши тетрадки рабочие или блокноты, возможно, у кого-то с собой рядом есть дневник, и мы будем делать такую работу, немножко погружение, и затем вы сможете сделать себе определенные записи, дальше опять погружение, и вы сможете сделать себе определенные записи, либо я также все-таки рекомендую переслушать потом вот эту нашу встречу, может быть, уже в более спокойном каком-то ритме, темпе для себя, и проработать не только спокойствие, а как раз вот те самые качества, которые вы посчитаете необходимыми, нужными для себя. итак, давайте с вами настроимся на работу, сядьте удобно, не скрещивайте ваши ручки, ножки, ступни поставьте на пол, почувствуйте пол, чтобы вам было удобно, кто хочет, может разуться, если это удобно, руки положите свободно на колени, облокотитесь спиной, чтобы спина была прямая, но не напряженная, голову слегка наклоните вперед, подбородок немножко опустите, и закройте ваши прекрасные глазки. расслабьтесь и сделайте несколько глубоких, но спокойных вдохов и выдохов. Вдох и выдох. А теперь подумайте о спокойствии. Поразмышляйте над ним. что это за качество спокойствия. Какова его природа спокойствия. смысл. Попробуйте раскрыть себя другим каким-то неизвестным вам идеям, образом спокойствиям, которые будут возникать у вас. Глубокий вдох и выдох. Думайте о спокойствии. Осознайте ценность спокойствия, его назначение. его пользу в нашем бурном полном перемен мире. Возжелайте спокойствия. Мысленно воздайте хвалу спокойствия. примите установку на физическое спокойствие. Расслабьте ваше тело. Ваши ступни становятся тяжелыми и теплыми. Ваши ступни становятся тяжелыми и теплыми. Спокойствия. Ваши ноги становятся тяжелыми и теплыми. Ваши ноги становятся тяжелыми и теплыми. Спокойствия. Ваш живот становится тяжелым и теплым. Ваше тело становится тяжелым и теплым. Тяжелым и теплым. Спокойствия. Руки становятся тяжелыми и теплыми. Руки становятся тяжелыми и теплыми. Ослабьте мышечные нервные напряжения. Спокойствия. дышите медленно и спокойно. Пусть на лице у вас отразится спокойствие. Представьте свое лицо с выражением спокойствия. Постарайтесь непосредственно вызвать спокойствие. Представьте, что вы находитесь в месте, которое вызывает у вас чувство спокойствия. Тихий пляж или прохладная зеленая лужайка или храм, где вы испытываете чувство спокойствия. Ощутите спокойствие. Повторите про себя слово спокойствие. Пусть это слово наполнит вас спокойствием. Отождествитесь с ним. А теперь представьте, что вы находитесь в обычной повседневной ситуации. В какой-то ситуации, которая выводит вас из себя, которая вызывает чувство раздражения, злости, агрессии. Может быть какая-то встреча с человеком или с какой-то сложной проблемой. Или что вам необходимо делать несколько дел одновременно. что вас раздражает. И попробуйте увидеть и почувствовать себя с этим человеком и в этой ситуации спокойным и безмятежным. разрешите себе оставаться как можно более спокойным. Излучайте спокойствие. Выберите цвет и шрифт, которые полно выражают для вас это качество спокойствия. сделайте глубокий вдох, выдох, вы в полном спокойствии. Как будете готовы открывайте ваши прекрасные глазки и возвращайтесь. коллеги поделитесь пожалуйста вашими ощущениями у кого были какие реакции нереально ощущения потрясающие спасибо вам у кого-то было сопротивление потому что это такое знаете очень интересное такое негае блаженство потому что вот в этом упражнении может появиться сопротивление благодарю Наталье в этом упражнении может проявиться очень много сопротивления как раз в силу того что так легкость всплакнула вот оно очень непростое оно очень глубокое почему потому что спокойствие еще раз да это то состояние которому мы уже практически не привыкли мы мне давно не хватало такого состояния спокойствия узнала что меня злит да 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 понимаете вот это такое многоуровневое скажем так упражнение и вы если будете повторять его делать я прошу вас обратить внимание на такую важную вещь что я говорила тяжелое и теплое да вот это тоже не просто так тяжелое и теплое то есть вы должны работать на расширение тела да были мысли которые уводили от спокойствия да это как раз вот проявление отрицательных эмоций потому что значит когда вы прорабатывали отрицательные эмоции мы снимаем да все равно слой за слоем слой за слоем определенные как бы вот эти вещи когда отрицательные эмоции сначала такие скажем так максимально быстро они на поверхности а потом как раз вот поднимаются те отрицательные эмоции которые мы годами топили внутри и вот сейчас в этом упражнении они скорее всего и поднялись зато представила где мне хорошо давно там не была да отлично так сейчас почитаю еще когда представила человека который меня раздражал принятие и спокойствие удалось но поднялась обида на этого человека обида это отрицательные эмоции обида это отрицательные эмоции почему опять потому что мы все находимся в ожиданиях мы все находимся в ожиданиях если будет желание приходите на мой скажем так цикл вебинаров про работе с отрицательными эмоциями вот сегодня будет вторая встреча там как раз мы про это говорим так Надя для меня это благодарность принятие счастья сопротивления не было мощная практика я даже не помню слов тяжелое теплое значит хорошо погрузилась великолепно да потому что когда мы говорим человека не было слава богу только дела у каждого по-разному да то есть вот тоже такая вот интересная вещь что каждый на это скажем так на эту практику он реагирует по-разному но фокус на состоянии спокойствия возможно вам пришли какие-то образы да то есть что для вас состояние спокойствия какими-то образами это могут быть там я не знаю какие-то символы да и на самом деле вы для себя можете подбирать определенную ну про музыку все знают да что музыка вводит в определенные состояния вы можете подбирать для себя какие-то произведения искусства там я не знаю живопись или может быть какое-то балетное искусство какие-то картины понимаете то есть все то что у вас будет скажем так ассоциироваться вот с этим состоянием спокойствия если мы будем говорить там языком НЛП то вы заикаритесь через вот это состояние вы заикаритесь с определенными символами с определенными скажем так визуальными образами и вам достаточно будет на это посмотреть чтобы вернуться в состоянии спокойствия если вы будете делать это регулярно да то постепенно вам будет достаточно в любой ситуации даже сказать просто мысленно слово спокойствие и вы в него вернетесь обратно как будто знаете как это перезагрузка произойдет так а я посмотрела ситуацию на будущее что я могу чувствовать спокойствие чтобы не случилось Юлья не совсем поняла какую ситуацию на будущее и почему опять мы улетели в будущее мы говорим про то что необходимо быть вот здесь всегда в моменте это важно и фундаментально понимаете это важно и фундаментально сознательное присутствие в моменте я могу предположить что вы попытались увидеть как вы будете себя чувствовать в будущем но зачем если вы себя чувствуете в настоящем моменте вот здесь и сейчас момент момент вот момент наш с вами момент вот мой момент что я говорю сейчас эти слова что я сейчас читаю вам лекцию вот это мой момент я не улетаю мыслями там пойти с моими племяшками погулять потому что на улице хорошая погода понимаете как бы мне не было счастливым это же мое будущее что я с ними пойду гулять там и так далее но мой момент это вот здесь и сейчас если я в этом моменте спокойно если я в этом моменте в гармонии в равновесии то зачем мне улетать в будущее в котором я также буду спокойно потому что я буду в моменте вот когда я пойду с ними гулять я также буду счастлива и спокойно потому что я буду в моменте Юль, вот это важно осознать и понять, понимаете? Не надо никуда улетать. Так, мое место спокойствия – это СПА с бассейном, джакузи с пальмами. Я четко увидела и почувствовала спокойствие. Это замечательно. Но вот здесь, смотрите, это окей, но было бы лучше, если бы вы нашли в себе, знаете как, вот СПА, массаж – это фантазия, понимаете? Вы улетели в фантазию. Это не совсем то место, где спокойствие. Я не знаю, как по-другому вам объяснить. Ну, допустим, ладно, пока пускай будет СПА-массаж, главное, чтобы вы в себе выработали вот это состояние именно, понимаете? Не ум, да, вот я сегодня с этого начала нашу с вами встречу. Не в ум улетать, а именно состояние, состояние. Спокойствие – это мое перманентное состояние с некоторых пор. Это сильно, замечательно. Да, поэтому, когда мы говорим про вот это состояние, там может быть сопротивление. У некоторых может подняться как раз вот это сопротивление, когда была та часть, где мы говорили, вот, три года потребовалось на это. Да, 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 верю. Потому что, еще раз, когда мы находимся один на один, сами с собой. Журчит вода, вот, замечательно. Да, 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 да. Пальмы, замечательно. То есть, вот, необходимо само вот это состояние, коллеги, да. То есть, я почему делаю вот на этом акцент? Какое внутреннее состояние? Это очень важно осознать. И понаблюдать, что там поднималось. Потому что на том, скажем так, на той части, на той части, прошу прощения, где мы говорим, представьте себя в какой-то, скажем так, ежедневной, бытовой, повседневной ситуации, да, там, с другими людьми или с какими-то там рабочими моментами, с тем, что, с чем вы сейчас сталкиваетесь и прочее, прочее. Смотрите, кто-то, например, едет за рулем и начинает нервничать, как там другие ведут себя за рулем. И вот они их там всякими трехэтажными кроют, да, или там, не знаю, в каких-то других ситуациях. Вот, сохранять вот это спокойствие. Так, Екатерин, вашу почитаю. Покачивающаяся лодочка на теплой воде, солнце, теплый воздух, тишина и только мягкое покачивание глади воды. Вот смотрите, да, вот очень хорошая ассоциация с водой. Вот эти ассоциации с водой, это особенно чистая вот такая вот вода, это потрясающий образ, как раз бытийные такие образы с водой связаны. Вот смотрите, возьмем этот образ за пример. Вот мы берем камушек, да, и кидаем камушек в воду. Вот круги по воде, да, идут от того места, куда упал камушек. Согласны? А не наоборот. Согласны все со мной, что круги по воде идут от того места, куда упал камушек, от самого камушка. Так вот, коллеги, вы и есть тот самый камушек. Понимаете? Вот если вы хотите переменно там с вашими мужьями, с вашим окружением, с вашей жизнью, да, вот эта вода, это то, что вас окружает. Да, конечно. Вот поэтому вы и есть тот самый камушек. От вас пойдут вот эти волны, понимаете? А не наоборот. Многие хотят изменить все вокруг. Нет. Меняетесь вы, и потом, как волны, которые расходятся по воде от камушка, который упал в воду, меняется все вокруг. Сначала меняетесь вы, и будет меняться ваше ближайшее окружение. Понимаете? Ну, это опять про то, что мы должны помнить, что если другой человек, он имеет право быть такой, какой он есть. Вот здесь как раз нам необходимо такое понимание, как принятие и терпение. Другой человек, он имеет право быть такой, какой он есть. Понимаете? А ваше дело, либо принимать это, либо менять ситуацию. Не его менять, а что-то с этим делать, самим собой имеется в виду. И потом постепенно, сначала это будет ваше ближайшее окружение, потом это будут коллеги по работе, которые, не знаю, в офисе или не в офисе. А уже потом пойдут вот эти круги как раз на более широкое окружение. Вот именно так вы сможете, как многие говорят, я хочу помочь другим, я хочу помочь другим. Семьтесь с себя. Поэтому, когда мы говорим про то, что есть вот в нас вот эти состояния тревоги, состояния агрессии, состояние отрицательных эмоций, негативных состояний, пока мы находимся в них и пока мы их оправдываем, никаких перемен ждать не придется. А мы находимся очень сильно отождествленными, смыслительными нашими процессами, с нашей внутренней ментальной жвачкой, с нашей внутренней сансарой. И вот мы в этой сансаре крутимся все, понимаете? Оправдываем свои вот эти отрицательные эмоции, негативные состояния, придумываем себе, почему я отреагировала таким или иным образом, ведь это нарушение там моих каких-то границ, как они смеют там со мной так поступать несправедливо, почему это происходит, потому что слишком много ожиданий, слишком много ожиданий и претензий, как все должно быть, как со мной должны себя вести, как он так посмел или не посмел, и прочее, прочее, прочее. Поэтому необходимо избавляться от завышенных ожиданий. Вот кто-то сегодня говорил про Зеланда, вот он там как раз про это говорит. Отпустить, избавиться от ожиданий. Понимаете? Наш внутренний мир, психика, психика, психе, это душа, да, наш внутренний мир, он подчиняется не ньютоновским законам физики. Ньютоновские законы – это вот все то, что нас окружает, что яблоки падают с деревьев вниз там и прочее. А вот внутренний мир, он подчинен законам квантовой физики. А в квантовой физике там нету такого понятия, как время, допустим. Оно отсутствует как таковое. Там все происходит мгновенно. Вот вы только об этом подумали – все. Но дальше-то что происходит? Дальше начинаются сомнения, тревога, размышления. Вы опять уходите в мозг, в мысли. И все. Да, Лили, здравствуйте, рада вас видеть. Поэтому, коллеги, вот это очень важный момент – осознать для себя, что то, в каком состоянии вы пребываете, вы вот являетесь тем самым камушком. И потом от этого камушка, как волны по воде, расходится все остальное. Поэтому мы говорим, что мы формируем нашу собственную реальность. А как мы ее формируем? Из состояния мы принимаем какие-то решения. Из состояния мы ведем какие-то диалоги. То есть, соответственно, из нашего состояния мы налаживаем какие-то отношения межличностные. Понимаете? И поэтому легко сидеть под баубабом, быть монахом, когда нету вот этого социума вокруг. И все накрывается медным тазом, когда мы начинаем наше общение, взаимодействие с другими людьми, а тем более с нашими близкими. Понимаете? С близкими вообще там начинается, потому что слишком много претензий, слишком много ожиданий, которые мы возлагаем на близких, любимых нам людей. Почему? Да потому что любить мы не умеем. Мы все любим условно. Нужно в себе вот через вот это состояние, как раз и приходить, расчищать дорогу к безусловной любви, к безусловному вот этому принятию, что другой человек, как вот опять же таки в биоторапевтическом подходе, главный постулат, о котором мы говорим, что каждый человек, человек уникален и неповторим, а потому беспредельно ценен. Вот когда вы будете видеть другого человека уникальным и неповторимым, а потому беспредельно ценным, тогда будут снижаться ваши ожидания. Вы же не хотите, чтобы от вас требовали многого. Вы же возмущаетесь по этому поводу. Но зато вы знаете, как вас там должны любить, ценить и вообще. Только вы умеете любить, ценить. Никто так, как вы, не может. Понимаете? И вот здесь и происходит вот эта внутренняя каша, внутренняя вот эта вот внутренние диалоги, которую очень трудно остановить. И вот мы опять начинаем проваливаться в какие-то якобы медитации. Это не медитация. Медитация настоящая. Это размышление. Не кто-то вам в уши что-то льет, каким бы прекрасным голосом и с какой бы музыкой это ни было. Это не медитация. Это какая-то практика, да. Не знаю, назовите это как хотите, но это не медитация. Медитация – это когда идет размышление. Размышление – это как бы способность самого человека, способность увидеть свои собственные мысли. Размыслить, да. Размыслить. Вот тоже подробно рассказываю это на авторском курсе своем. Так, Лида. У моего мужчины очень много ожиданий от меня и других людей. А у вас нету ожиданий от вашего мужчины из-за того, что у него столько ожиданий. Вы же не хотите, чтобы у него было столько ожиданий. И поэтому рушатся отношения. Лида. Фокус на себя сначала. У него может быть все, что угодно. Фокус на себя сначала. Вот то, что вы хотите, чтобы у него было меньше ожиданий, это тоже ожидание. Понимаете? А как же? Мы же смотрим на отношения к нам и фильтруем, подходит нам это или нет. Замечательно. Какой вопрос, Ирина? В чем сомнение? В том, что мы смотрим на это из ожиданий. Вот когда вы уберете ожидания по-настоящему. Вот когда вы тогда начнете смотреть, подходит нам это или нет. Вот там вся картинка сдвинется. Понимаете? Пока вы смотрите из ума опять. Вы смотрите на все умом, коллеги. А ум это такая штука, которая будет оправдывать все. Понимаете? Он будет тянуть из старых сундуков оправдание. Понимаете? Опять. Это такая... Да, понимаю, работа над этим. Другие могут быть такие, какие они есть. Понимаете? Такие, какие они есть. А мы должны работать сами над собой. Над своими ожиданиями. Над снятием вот этих вот ожиданий, я бы сказала. И тогда вообще все изменится. Во-первых, у вас будет ваше внутреннее состояние спокойствия. Вот попробуйте на вашего мужа. Ну, это не только к вам относится. Это я вообще ко всем обращаюсь. Попробуйте. Это вот опять такая непростая задача. Это требует быть сознательно присутствующим в моменте. Попробуйте хотя бы, ну, какое-то время, там, минуту-две пообщаться с вашими близкими, с вашими, там, любимыми, с детьми, с родителями, с мужьями. Во-первых, из состояния сознательного присутствия в моменте. А я напомню, что сознательное присутствие в моменте, это именно в моменте. То есть вы внутри находитесь в конгруентности. Ваше внутреннее состояние, ваши мысли и то, что вы говорите. Они передают одно, скажем так, общее послание. Вот это конгруентность. И вы сознательно присутствующие в моменте. Это значит, что вы не улетели мыслями в будущее, что вы не улетели мыслями в прошлое. Вот здесь вы в моменте. И попробуйте делать это из внутреннего вот этого состояния спокойствия, гармонии. Вот попробуйте соединить вот эти два фактора. Сначала вам вообще будет. Вы как будто, знаете, вот как действительно, когда компьютер зависает или там что-то происходит, как это мыслить, не мыслить, быть сознательным, спокойным, все, пух, вылетели. Когда в моменте становится любопытно. Конечно, конечно. Потому что мы привыкли, вот опять привычки, вот это реагировать определенным образом, причем реагировать отрицательно на все. Потому что мои же границы нарушают, надо же эти границы отстаивать. Тут же в отрицательные какие-то эмоции проваливаемся. А вот общаться с другими, находясь сознательно присутствующим в моменте, и из внутреннего состояния спокойствия, а не из ума, вот там перевернется вот так вот все. Понимаете? Но для этого необходимо постоянные усилия. Постоянные усилия. Без них никуда. Не будет никогда это на автомате. Забудьте это. Никогда это не станет чем-то автоматическим. Как только автоматическое, это значит, вы провалились опять. Провалились в ложное, провалились в какие-то бессознательные процессы и все. А наша цель и задача быть сознательными, быть осознанными в жизни. А если вы сознательны и осознанны, то мне тогда интересно, почему вы выбираете какие-то отрицательные эмоции, негативные состояния. Почему? Это что там вами движет в этот момент, что вы именно это выбираете. Задумайтесь над этим немножко. Потому что если вы внутри в состоянии гармонии и равновесия, действительно в истинном состоянии, гармонии и равновесии, то вы не будете выбирать отрицательные эмоции. Допустим, вы можете сказать, странно как-то интересно, чем так реагирует. А почему так? Может, это я что-то как-то это... То есть это будут совсем другие, другого качества ваши отношения. Понимаете? Вот как раз вы выйдете на другой уровень этих отношений. Это такая невероятная вещь. Это головой опять очень трудно понять. Необходимо это пробовать. Делать вот те самые усилия над собой, чтобы это стало частью вас самих. По-другому никак. По-другому это невозможно. Только через опыт. Только через практику. У кого какие вопросы еще есть? Давайте я с удовольствием поотвечаю. Если они есть, я с удовольствием поотвечаю на них. Так, пока не вижу. Только благодарность. Спасибо, Екатерина. Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Настя, это вот просто сильнейшие слова. Именно так. Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Помните, что вы и есть тот самый камушек. Тот самый камушек и вот эти круги по воде, они пойдут от вас. Вот. Вы супер. Благодарю. Спасибо огромное. Вы у меня все замечательные, потому что вы создаете такое поле. Каждый из вас создает вот это невероятно сильное поле совместно. Поэтому это все я не устану повторять, что мои студенты, так же, как и мои клиенты, это самые сильные люди. Это действительно так. Понимаете? Потому что, когда мы говорим... И у меня к вам огромная благодарность. Когда мы говорим про то, что у нас есть наши бессознательные коллеги, не забывайте о том, что у нас есть коллективное бессознательное. И вот каждый из нас, он вносит частичку перемен в коллективное бессознательное. Но прежде чем уходить туда, нужно начать с себя. Понимаете? Когда мы начинаем с себя, когда мы работаем над собой, а над собой, поверьте мне, там не паха на поле, не паха на поле. Вот все мудрые какие-то, знаете, древние пословицы, поговорки, когда в чужом глазу песчинку вижу, в своем бревна не замечаю. Поэтому мы и проваливаемся в том, что очень тяжело за собой следить. Но когда это получается, это такой кайф. Конечно, конечно, это кайф. Но это самая благодарная работа, какая только есть. Вот эта работа над собой, вот эти усилия сознательного присутствия. Я тоже вам всем благодарна от всего сердца за ваши вопросы, за ваше терпение, потому что работа над собой – это терпение в первую очередь, за то, что не оставляете попыток. Вспоминаем, что у нас есть сила действия, которое равно намерению. Но как только появляется сила действия, тут же, вот здесь как раз мы вспоминаем про обычную физику, тут же возникнет сила противодействия, которая будет проявляться, например, во внутренних диалогах, которая может проявляться, например, в обесценивании, в отрицании, да все это не так, да ерунда, да нет там что-то, понимаете. Тут же вот это сопротивление нужно увидеть. Благодарю, очень ценно и интересно. И для того, чтобы результат был не нулевым, вспоминаем физику, которая говорит, что сила действия равна силе противодействия, то есть результат нулевой. Вот чтобы результат все-таки был, нам необходим третий вектор. Третий вектор – это как раз ответ на вопрос, а зачем? Зачем я делаю то, что я делаю? И этот вопрос вы можете держать для себя в голове в абсолютно любой ситуации. Зачем я сейчас хочу сказать то, что я говорю? Что я хочу от этих отношений? Вот даже если назрел какой-то конфликт, вспомните себя, вспомните себя, очнитесь, в каких эмоциях вы находитесь. Вернитесь во внутреннее состояние спокойствия. Вернитесь в него. Тут же мысли успокоите свои. Как их успокоить? Зачем я делаю то, что я делаю? Вы вернулись в тело, да, состояние спокойствия. Вы вернулись в мыслях с ответом на вопрос, зачем я делаю то, что я делаю? И вы выдаете тот результат, который как бы тот ответ, те слова, вы их найдете. Так, можно я спрошу про страхи? Они мне очень мешают. Причем даже не могу понять, чего в итоге боюсь. Стираю эти мысли, но, видимо, это уже на автомате, и торможусь. У меня даже сейчас на вашем упражнении все зависло. Да, смотрите, страхи. У нас есть страхи, как бы реальные, и тогда наш организм через симпатическую систему подключается через гормоны, через гормоны начинает как-то реагировать, да, то есть есть какая-то угроза жизни, ну, допустим, не знаю, идем по дороге, видим, на нас несется машина, которая не вписывается в поворот. Дикий страх, да, и мы на инстинктах действуем. А то есть это что значит на инстинктах? У нас лобные доли отключаются, и у нас остается два мозга, которые функционируют в этот момент. Это рептильный мозг, бей-беги-замри, и лимбическая система, какие-то эмоции, как раз эмоция, страх. Если бы мы реагировали мозгом, мы бы так, машина несется, да вы не успеете ничего сделать, понимаете, поэтому мозг отключается от слова совсем, и он реагирует на инстинктах и на эмоциях. Страх, и тут же пошел через симпатическую часть выброс гормонов адреналина и кортизола, и вот этот адреналинокортизоловый коктейль дает мне какую-то реакцию. Я либо отпрыгиваю в сторону, либо вижу, что лучше остаться на месте, не шевелиться, тогда как-то что-то пройдет. То есть я отреагирую инстинктивно. А есть как раз вымышленные страхи, то есть это как раз тот самый внутренний диалог, та самая ментальная жвачка внутренняя, которую я перемалываю постоянно внутри. Я улетаю мыслями куда-то. Отследите свой страх. Он не появился на самом деле просто так. Там есть какие-то мысли, которые сопровождают. Скорее всего, это страх про будущее. То есть что-то вас очень сильно тревожит, и вы говорите, это страх. Мы уже с вами немножко говорили про то, что все вот эти тревожные состояния, они могут приобретаться и с детства. И это чаще всего так и происходит, потому что мама является для ребенка психоэмоциональным контейнером. Если сама мама переполнена тревогой, сложностями, трудностями, отрицательными эмоциями, она это просто как, знаете, как приданное передает ребенку своему. Изначально есть тревога, которая, скажем так, животная, базовая, нормативная. Пока ребенок находится в утробе матери, у него там все нормально, тепло, хорошо, кормят и так далее. И тут он появляется на свет. Через 9 месяцев этого рая, непонятно где, какие-то звуки, постоянные какие-то шумы, какие-то запахи, яркий свет, тусклый, ничего не понятно. Что-то болит, почему болит? Раньше такого не было. То есть он находится вот в этой тревоге из-за того, что он где-то для себя в новом месте, которое ранее он никогда не был. И он не знает, что с этим делать. У него еще нет вот этого аппарата, который может как-то что-то ему объяснить. Понимаете? Для этого и нужна рядом, скажем так, значимая фигура, которая, как мы все знаем, это мать. И вот мать, она через, как раз таки, в ходе эволюции нам были даны определенные вещи, как так называемый блуждающий нерв, через который мать сонастраивается, в том числе с ребенком. И вот здесь вот теория Боуби, которую он развил, как раз формируется именно на этом, в том числе, биология, вот это все, это не просто так. И что происходит? И тогда вот эта базовая тревога, нормативная тревога, она снижается из-за того, что мать находится с ребенком, она его кормит, она ему дает внимание, она его безусловно любит. Понимаете? И вот эта безусловная любовь и принятие снижает вот эту базовую тревогу. Но если мать сама находится в постоянных тревогах, в постоянных сомнениях, в постоянных каких-то страхах, она там, не знаю, выясняет отношения с отцом ребенка или там со своими родителями, то есть у нее внутреннее состояние абсолютно неспокойства, вообще непонятно чего, тогда она это будет передавать ребенку бессознательно, он будет это впитывать, как губка. А если он находится в этом состоянии изо дня в день, неделя за неделей, год за годом, ну представьте, вы этот багаж просто собрали с собой и до сих пор тянете. Вот здесь можно посмотреть, вы мне давайте какую-то обратную связь, чтобы я немножко понимала, что там у вас сейчас происходит, раз мы разбираем немножко ваш случай. Поэтому получается, что нужно посмотреть, что вот эти вот страхи там связаны с тревогой, нужно посмотреть, произошла ли вообще сепарация с родительской фигурой, особенно с материнской, естественно. Вернее так, что сепарация – это процесс, и сепарация происходит всегда, она происходит, но она происходит криво, криво, потому что у сепарации есть несколько уровней. Это не только физическая сепарация, что вы начали там, допустим, отдельно жить. Там несколько уровней. И если привязанность, которая сформировалась тоже криво, а не здоровая привязанная, то и сепарация тоже будет дисфункциональной. Да, вот это очень важно. Так, ответила на ваш вопрос, чтобы мне понимать. Ирина, ваш вопрос почитаю. Я не очень понимаю. Например, человек меня обвиняет, а мне это неприятно. Я не переделываю человека, но у меня есть выбор перестать с ним общаться. Тогда это избегание, я запуталась в этих моментах. Смотрите, например, человек меня обвиняет, а мне это неприятно. Во-первых, раз мне неприятно, у нас есть определенные ожидания от того, как другие с нами должны обращаться. А почему это есть? Потому что внутри нас есть определенные представления о нас самих. тоже про этот момент мы проговаривали. И попробуйте пересмотреть предыдущие лекции, когда мы говорим. И сегодня я даже немножко говорила, когда, не помню, кто привел пример про то, что я, например, режу картошку, я варю суп, я там, не знаю, пылесошу и так далее. То есть у нас есть определенное представление о нас. Я такая добрая, я справедливая, я честная, я заботливая, я-я-я-я-я-я. Все вот эти я-я-я-я-я-я это определенные субличности. И когда я вот такая я-я-я-я-я, святой образ, то все остальное я увожу в тень. Понимаете? Дальше что происходит? Человек начинает меня обвинять. Но что он обвиняет? Он обвиняет, вернее, обесценивает какую-то мою вот эту я, по большому счету. Иначе на что я обижаюсь? Но если я понимаю, что это его право, это его какая-то правда, смотрите, стоят два человека. Один с одной стороны, второй с другой стороны. Один говорит, это шесть, второй говорит, нет, это девять. Кто из них прав? У каждого правда своя. У каждого правда своя. И нам необходимо помнить, что сама по себе ситуация нейтральна. Нейтральна. Что я хочу ему доказать? Что он не прав, потому что на самом деле я не такая? Что я хочу? Вот почему мне обидно? Нужно посмотреть, что вот за этим обидно стоит. А за этим обидно стоит ничто иное, как ожидание. Ожидание от самой себя, какая я, мой образ у меня в голове. Я хорошая, я добрая, я такая прям мягкая, пушистая зайка вся. А он вот такой вот взял и меня обвинил в том, что вообще не я. Во-вторых, помнить про то, вот опять, вот это важный момент, помнить про то, что человек не является его поведением, а у нас мы его слепляем. Вот по отношению к себе мы так не хотим. Мы знаем, что я вот такая и могу поступить так, ну да, лоханулась, не очень хорошо себя здесь повела. Но я ведь не такая, я же не постоянно такая. Я только в этой ситуации вот так. А когда мы к другим, нам почему-то все время кажется, ну я уже знаю, что от него ждать. Я знаю, какую он, потому что он всегда себя так ведет. Мы вот эти ярлыки навешиваем, понимаете? И тогда получается, что мы уже опять реагируем из вот этих вот ожиданий от себя и от других, как они должны быть со мной. Если я снимаю эти ожидания, ну это его какая-то шестерка, а у меня девятка, у меня есть моя внутренняя правда, я знаю, какая она, моя внутренняя правда. Другой вопрос, зачем мне ее доказывать кому-то? Зачем я делаю то, что я делаю? На что я там обижаюсь? Что мне там так неприятно? Тем более мы знаем, что мы с друг с другом общаемся через проекцию. Вообще, может быть, это не про вас. Что вы к этому прицепились? Понимаете, Ирина? Вот здесь вот нужно взять дневничок в руки и как раз вот эту ситуацию разобрать. Другое дело, почему я в обиду провалилась? Это отрицательная эмоция, обида. Отрицательная эмоция. А если я в отрицательной эмоции, мы уже говорили, что отрицательные эмоции искажают реальность. Все, значит, вы уже не видите реальность такой, какая она есть и будете отвечать из этого состояния отрицательного, негативного. Так. Да-да-да, мама до сих пор вкладывает, что все страшно. Я в шоке. Спасибо. Безусловно, любви нет, к сожалению. Так. Точно не зря зашла. Очень полезно. Спасибо. Это так работает механизм проективной идентификации в том числе. Да, я поняла. Спасибо огромное. Нужен дневник. Да, Ирина, пожалуйста. Я перестала общаться с мамой. Не могу больше. Обесценивание, манипуляции, обиды. Все у нее плохие. Я все не так делаю. Я не такая. Спасибо вам огромное. Да, если есть желание, я могу посоветовать вам. У меня есть вебинар как раз по, там, цикл встреч по работе с материнской вот этой вот как раз травмой. Возможно, вам будет более, там, понятное дело, там, несколько часов информации, а не две минуты, как я сейчас. Да, конечно, проработать отношения с матерью обязательно. И потом было бы замечательно, если бы вы посмотрели тоже цикл вебинаров сначала про привязанность, а потом про сепарацию. Вот это такая будет как раз там цикл встреч, там не один вебинар, там много часов, потому что вы так за две минуты я, конечно, постаралась дать вам вектор. Да, благодарю. Ну что ж, коллеги, я была очень рада вас всех видеть. Как всегда, ваше поле, ваша энергия потрясающая. Для меня это очень ценно. и я начала, я веду красивый дневник. Спасибо вам большое. Дневник это ваша жизнь в ваших руках, поэтому это такая очень невероятная сильная штука, это не просто какой-то блокнотик, это ваша жизнь в ваших руках. Благодарю вас всех, мне было очень приятно и ценно наше с вами общение, прекрасная лекция, благодарю, да, спасибо. Надя, да, всех вас обнимаю еще раз, всех вас с праздником Светлой Пасхи и мы с вами увидимся уже в следующее воскресенье. Я только, коллеги, не помню, по-моему, 1 мая там пропускается день занятий, тогда там через воскресенье по расписанию посмотрите, пожалуйста, и мы с вами уже начнем встречи в биототерапевтическом направлении, это будет несколько встреч введения в биототерапию. Вы сегодня особо красивые, благодарю, мне очень приятно. И, конечно, все, кто хочет, пожалуйста, напишите мне по поводу вебинаров, я вам дам обратную связь. Олег, очень рада вас видеть, спасибо, дам вам обратную связь, и до новых встреч. До новых встреч!